Продолжение следует... На фотографии вы визуализируете зуб 2-3 с выраженной узкой рецессией, высокой, рецессией более 5,5 мм, латеральнее, дистальнее этого зуба вы видите выраженный объем, прикрепленный дисне. Также хочу обратить ваше внимание, что зенит рецессии выходит за уровень мокогенгивальной границы, что является показанием к латеральному перемещению зубов. Продолжение следует... Более детально на нем можно рассмотреть структуру поражения. Обращаю ваше внимание, достаточно сложная клиническая ситуация, как вы думаете, почему? Класс рецессии давайте мы с вами рассмотрим и определим. Обращаю ваше внимание, класс рецессии третий, потому что уже дистальный есть убыль межзубного сосочка между зубом 2-3 и 2-4. И также наличие абразии твердых тканей зубов, уже ранее пытавшихся тут устранить терапевтическим методом. То есть это уже такая как бы подзапущенная клиническая ситуация. Опять мы еще раз можем рассмотреть детально исходную ситуацию. Я здесь на этой фотографии хотела бы обратить ваше внимание на так же прикрепление тяжа слизистом мышечного между зубом 2-3 и 2-4. Ну и конечно пересечение зенитом рецессии уже даже у макогенгивальной границы. После того, как был удален реставрационный материал в остатке зонеобразия, вот посмотрите на ее форму, конечно, мне очень все благоприятно. Но этот клинический пример, он в общем-то такой жизненный. Таких пациентов с такими зубами много, поэтому нам нужно научиться тоже решать эти задачи. Вот в этом ракурсе очень хорошо будет видно, во-первых, ротация зуба 2-3 и отсутствие прикрепленной десны, объема и замыкающей кортикальной пластинки. Если вы обратите внимание, там выражена дегесценция. Мы не можем сказать, она первичная или вторичная, но она есть. На нем вы хорошо видите, насколько неблагоприятная форма образия твердых тканей по отношению к более выпуклой форме самой коронковой части зуба. При перемещении лоскута создается дополнительное пространство в этом участке под выгнутым абразивным вот этим вот поверхностью. И когда лоскут слизистонкосично прилегает к более выпуклой коронковой части, да, там создается такая как бы полость, заполнившаяся сначала сгустком, а потом там есть риски для рецидивирования этой истории. Измерение параметров парадонтологических в области клинической ситуации зуба 2-3. Начало дизайн разреза. Обращаю ваше внимание, посмотрите, вот те самые 2 мм, которые мы отступили, от зенита зуба 2-4. Слайд разрез горизонтальный. Продолжение формирования разреза. Обратите внимание, как была высчитана ширина еще раз, да, этого длина горизонтального разреза, наверное, так лучше сказать, это ширина рецессии плюс 6 мм. Итого длина в данном случае горизонтального разреза составила 9 мм. На нем вы видите, как скальпелем, да, обрабатываются края рецессии, для того, чтобы освежить их, для эпитализации будущей, лучшей. Как продолжение, да, эпитализации краев рецессии. Обращаю ваше внимание, Обычно вопросы всегда возникают такие, как, сколько нужно там срезать. Вот вы работаете в зоне свободной десны. Сколько это у этого зуба? У этого зуба это миллиметр. У какого-то другого зуба это, может быть, будет полтора миллиметра. Ну, традиционно, свободная десна имеет параметры от 1 до 1,5 мм. На нем продемонстрирован уже созданный слизистно-кастичный лоскут, его форма. Обращаю ваше внимание, что это трапеция широким основанием и пекально обращенная, да. И сейчас уже скальпелем будет выполняться второй вертикальный разрез, который будет идти от медиальной границы рецессии. Единственное, уходить, рассекать мукогенгивальную границу слизистую и продлеваться вверх, опять же, в форме трапеции с широким основанием и пекальным. Отслаивание полнослойного слизистно-кастичного лоскута в области зуба 2-3 и латуральной дистальной поверхности. Проверка мобильности слизистно-кастичного лоскута. Вот в данном случае очень видно, что слизистно-кастичный лоскут не мобилизован должным образом. И еще требуется зону расщепления увеличить в области мукогенгивальной границы выше. Зона операции, которую вы можете посмотреть, да, с внутренней стороны лоскут, как выглядит, поверхность корня. На слайде вы увидите, как недостаточная мобилизация, можно увеличить немножко вертикальный разрез. В данном случае это выполняется бордонтальными ножницами, увеличение вертикального разреза с медиальной поверхностью. Вы наблюдаете на слайде дизайн лоскута и вид операционного поля с обнаженным, обработанным поверхным корнем. Начальный первичный вкол иглы для фиксации перемещенного латерального лоскута. Продолжение шва в межзубной сосочек медиальный. Фиксация латерально перемещенного лоскута швом в новом положении. Фиксация лоскута в новом положении двойным обверным швом. На данном слайде вы увидите выкол иглы из дистального межзубного сосочка. Фиксация латерального перемещенного лоскута в новом положении швами. Продолжение фиксации латерально смещенного лоскута в новом положении двойным обверным кисетным швом. Вкол иглы из-под перемещенного латерального лоскута в основание хирургического сосочка. Выкол шовного материала из основания хирургического сосочка дистальной поверхности перемещенного лоскута. Фиксация шовным материалом латерально перемещенного лоскута. На слайде вы видите зафиксированный двойным обвивным швом латерально перемещенный лоскут и продолжение ушивания вертикально-медиального разреза непрерывным швом. Продолжаем ушивать вертикально-медиальный шов. Мы наблюдаем картину ушитого латерально перемещенного лоскута двойным обвивным швом, также зафиксированным матрасным обвивным швом и ушитые два вертикальных разреза. Обратите внимание, что нет нигде обнаженной поверхности, лишенной эпителиальной поддержки. Также вы наблюдаете перемещенный латеральный лоскут, зафиксированный и ушитый. Обратите внимание, что специально создано натяжение в области щеки и лоскут неподвижен. Продолжение следует...